У нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование, другое, другое. После своего провального интервью Комсомольской правде, в котором Абти Алаудинов пытался выгородить позорное бегство кадыровцев с Курской области, он дал еще одно интервью. На этот раз российскому пропагандисту Максиму Калашникову, в котором заявил, что на территории Курской области российские военные за два месяца совершили 187 преступлений против мирного населения. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику ВОД Курской области и задал ему в лоб вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел, он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений, военными. Это убийство, изнасилование другое-другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмар. Все вы помните, что российская армия творила в Буче. И, конечно же, свои преступления они не признали и отнекивались от этого на государственном уровне. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, правда все равно пробьется. Я спрашиваю Леонид Владимировича, я говорю, а вы в Буче верите? Он говорит, нет. Нет. Никогда. Я же своих солдат знаю. Никогда русский солдат ничего подобного делать не будет. У нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование другое-другое. А теперь подумайте сами, если российская армия совершает преступления против мирного населения в Курской области, причем тяжкие преступления, то могли ли они совершить такие же преступления против мирного населения Украины в Буче? Ответ очевиден. Конечно же, могли. 187 преступлений за два месяца, а ведь это далеко не все количество. Это лишь те преступления, о которых стало известно, на которые написаны заявления в полицию. По факту их гораздо больше. По плану. Вот такая вот она российская армия. Сброд уголовников и маргиналов. Мы сейчас армию превращаем в какую-то банду Басти Махно. Из преступников, значит, уголовников и так далее, и так далее. Кроме этого, Алаудинов публично признал фейковость абсолютно всех российских военных съемок, репортажей и передач, попадающих на российское телевидение и в интернет. Слышали ли генерал Алаудинов о постановочных видео в ТикТоке, в которых некоторые чеченские бойцы Ахмат воюют с железнодорожными рельсами, с светофорами? Что думаете на этот счет? Ну, давайте я вам скажу одну вещь. Постановочные фильмы снимает вся Россия. Единственное, чего они не могут сказать, что это делает спецназ Ахмат. Вся Россия снимает постановочные фильмы. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там где-то что-то показывают, пожалуйста, они все делают все это постановочно. Как говорил Сократ, все тайное рано или поздно становится явным. Подписывайтесь на канал, впереди будет еще много интересного. Я какать хочу, а я не могу. Это крик души уже. Едва сдерживая эмоции, жители Солнечного пытаются понять, а как пользоваться благами цивилизации, если дома нет воды и света? Квартиры в новом доме под стать пещерам. У нас постоянно вырубается, подъезжает генератор, что-то они делают. У нас было такое, что три дня нету света. Представьте себе, к нашему дому только один силовой кабель подведен. Аварийного кабеля даже нету. Можно как-нибудь предусмотреть. У нас за неделю с 14-го числа на Ольховой 4 не отключали воду только один день, 19-го октября. Все остальные дни воды дома нет. Я просто хочу жить. Лифт ломается, конечно, он же встает, света нет. Ну и все, я сижу дома. А бывает такое, что было, ну мне плохо стало, у меня давление поднялось, я не смогла высушить кое. Ну, то есть сама себе поставила в колу, и все. А скоро почему не смогли? А у меня телефон все... А зарядить? Я очень езжу.